Здравствуйте, коллеги, мы очень рады, что вы пришли сегодня и что вас сегодня побольше, чем вчера. Сегодня будем говорить о второй ступени, о выборке и о уровневых работах, о том, как в этом году все будет обстоять. Понимаю, что время непростое, но работаем дальше и будем смотреть, что принесет нам будущее. Значит, короткая информация. С этого года я не занимаюсь больше уровневыми работами по русскому языку. Я передаю их Ирине Логвиной, я думаю, что вы все ее знаете, с ней когда-то работали, и поэтому у вас не возникнет проблем с тем, чтобы продолжать эту работу. Сегодня мы с Ириной вместе проведем семинар для вас, ответим с удовольствием на все ваши вопросы. И если у вас останутся еще какие-то вопросы или по ходу дела что-то, то вы можете всегда писать, звонить и Ирине, и мне тоже, потому что я думаю, что мы будем с ней друг другу дальше помогать. А пока важная информация о выборке. В этом году будет, как это называется по-эстонски, тотальная выборка. Это значит, что в принципе не будет никакой выборки, а под категорию обязательных попадает уровневая работа для всех седьмых классов. То есть и четвертые, и седьмые классы в этом году по всей республике обязаны выполнять уровневую работу все школы. То есть в этом году не будет никакой выборки, не будет такого, что школы могут участвовать добровольно, могут не участвовать, или какие-то школы Харно выбирает, или министерство хочет что-то посмотреть. В этом году такого не будет. То есть в этом году все четвертые и все седьмые классы выполняют уровневую работу во всех школах. по русскому языку, как родному. То есть эта работа обязательно для всех. Что изменится? Поскольку выборка будет всеобщей, это значит, что учеников будет регистрировать ХАРНО на эту уровневую работу, а не школа. Возможно, от школы потребуются какие-то дополнительные действия, может быть, школьный администратор должен будет, например, назначить кабинеты, в которых будут писать ученики. Но в общем и целом учеников регистрируют ХАРНО, а не администратор теста, как это обычно было. Оценщиков тоже регистрируют ХАРНО, то есть школа не должна ничего делать. Оцениваться будут работы централизованно, то есть не так, как это было раньше. Каждый учитель оценивает свой класс и потом выставляется бал. ХАРНО будет таким образом, что мы ищем оценщиков, которые будут, эта процедура оплачивается, оценивать все уровневые работы, письменную часть уровневых работ. Нам нужны будут, ну, человек может быть 10, пока трудно сказать сколько. Может быть, даже больше, да, Ирина говорит, но я думаю, что это будет цифра окончательно понятна, сколько оценщиков нам нужно будет, когда все ученики будут зарегистрированы на уровневую работу. Потому что только исходя из этих данных можно будет посмотреть, сколько всего детей туда зарегистрировано и сколько оценщиков нам примерно нужно. Эта процедура оплачивается, то есть оценщики получают за это плату, плату, да, определенную, и они централизованно оценивают все письменные работы учеников. О датах. Поскольку выборка всеобщая, то есть она называется выборкой, но она обязательно для всех, то школы обязаны выполнять уровневые работы в самый первый день. Для... Кто-то что-то хотел спросить? Хорошо. Для четвертого класса, это 20 сентября, они выполняют все школы, пишут уровни, все четвертые классы, все школы пишут уровневые работы только 20 сентября. Других дат не предлагается, к сожалению. А вторая ступень, все седьмые классы пишут 18 сентября. Наши с вами уровневые работы открывают период уровневых работ. Это самые первые уровневые работы, которые ученики будут выполнять. Так что с русского языка все стартует в этом году. Посмотрим, насколько хорошо ученики справятся. Результаты будут доступны учителю, ученику в системе EIS в течение 10 рабочих дней. Я надеюсь, что мы за 10 рабочих дней справимся. Если не справимся, я дам информацию о том, что мы не справляемся, немножко еще нужно будет подождать. Если у вас есть желание кандидировать, как это называется, или подать заявку, чтобы стать оценщиком, то вы можете написать Ирине Локвиной, можете написать мне. Нам нужны люди, поэтому мы ждем всех желающих. Скажем так, кто хочет изъявить свое желание, пожалуйста, дайте нам знать. Мы встретимся, проведем политус. Да, для оценщика будет проведена отдельная работа. Я думаю, что многие, кто оценивали в прошлом году, если вы захотите в этом году оценивать, какая-то по памяти что-то вы можете воспроизвести. Но все-таки нужно будет снова посмотреть и снова еще раз вместе глянуть, как это будет выглядеть. Поэтому оценщики будут отдельно. О целях проведения уровневой работы. Я думаю, что на всех семинарах уже везде, где Харид Спегель был, мы уже и на русском, и на эстонском эту информацию озвучили. Не думаю, что ее надо очень много повторять. Но уровневой работой мы даем государству обратную связь о том, как учатся наши ученики, как они осваивают государственную программу, что умеют, что не умеют. Мы даем учителю обратную связь и, соответственно, ученику, если коронка. Об основных документах. Все документы доступны по ссылкам. Ссылки я вам в этой презентации оставлю. Основные документы, на которые опирается наша уровневая работа и вообще все наши работы, это концепция, предметная учебная программа и спецификация. Спецификация — наиболее подробный документ. Там описаны процедуры, время, даты и так далее. Концепция, так сказать, более общей. Ну и с предметной учебной программой, я думаю, все учителя знакомы. Теперь о структуре уровневой работы. Как и в предыдущие года, структура не поменялась. Мы измеряем аудирование, умение слушать, чтение, умение читать, лингвистические навыки и письмо. Первая часть уровневой работы состоит из двух заданий на аудирование, двух заданий на чтение и четырех заданий на лингвистику. Проверяем мы, естественно, умение слушать, отвечать на вопросы по прослушанному, воспринимать информацию, читать и вычитывать нужную информацию, находить нужную информацию и знание лингвистических норм и правил, естественно, в рамках изученного. На первую часть работы дается 45 минут. И это отдельная часть, то есть когда ученик ее закрывает, то у него не начинается следующая часть сразу же и не продолжается следующая часть, то есть это отдельная часть, первая часть аудирования, чтения, лингвистика, на которую ученику дается 45 минут. Когда ученик закончил эту работу, то желательно оставить ему 15 минут хотя бы перерыва, чтобы у него отдохнули глаза, отдохнула немножко голова, и чтобы ученик немножечко мог расслабиться и чуть-чуть отдохнуть. Время не ограничено автоматически, то есть если вы видите, что у ученика была какая-то серьезная проблема, например, не работали наушники, пришлось искать срочно другие, не работала мышь, что угодно могло случиться, если вы видите, что в эти 45 минут он не укладывается по объективным причинам, то вы можете дать ему дополнительное время, то есть вы можете дать ему возможность дорешать и доделать уровневую работу, если, но только по объективным причинам, то есть это не должно быть какой-то общей практикой, где мы даем детям столько времени, сколько им потребуется. Сразу оговорюсь, ХЕВ дети не выполняют уровневую работу, то есть про ХЕВ детей мы здесь вообще не говорим, то есть ХЕВы не обязаны выполнять уровневую работу. Теперь вторая часть. Вторая часть состоит из двух письменных заданий, то есть это только два задания на письмо. Обычно мы давали написание электронного письма и рассказ по серии сюжетных картинок. Обычно это такие типы заданий, где ученик должен в первом задании написать электронное письмо, передав какую-то важную информацию и спросив какую-то важную информацию, а во втором случае должен был составить рассказ по заданным картинкам, по заданной серии. Мы проверяем умение формулировать и оформлять свое письменное высказывание и, естественно, использовать лингвистические нормы и правила, которые ученик должен был изучить к определенной ступени. На эту часть тоже дается 45 минут, то есть 45 плюс 45, и между ними пауза. Эта часть отдельная, то есть ученик может начать ее через 10-15 минут после того, как он закончил первую часть. В прошлом году было очень много вопросов и претензий по поводу шкалы оценивания, где… Справедливых. Да, справедливых абсолютно, где ученику… Мы предлагали ученику выставлять ноль баллов, если у него не написано определенное количество слов. В этом году мы отказались от этой идеи. Во-первых, мы хотим посмотреть, сколько ученики напишут сами, если их не ограничивать никак, и какой текст они составят. И самым главным критерием при оценивании письменных работ будет то, что сколько ученик передал информации, передал ли он всю информацию, спросил ли он то, что надо. Это письмо оформлено, оно нормально, оно читается, из него вычитывается все, что ученик хотел спросить и сказать. То есть мы проверять будем именно… Мы выполняем все функции свои. Да, мы будем именно выполнение задания оценивать, а не количество слов. Можно я добавлю? Мы пришли к такому выводу, когда получили информацию о том, что у нас как таковой выборки нет, и что пишут все ученики. И для нас это очень хорошая возможность увидеть, сделать вот этот вот срез, посмотреть, как дети будут справляться с письменными заданиями, сделать статистику и в будущем сделать вот эти ножницы, потому что объем слов, конечно, мы должны давать. Но мы идем на этот шаг намеренно, потому что у нас впервые делают работу все ученики, и мы впервые будем видеть не какую-то часть, где всегда есть какая-то погрешность при апробации, мы будем видеть все работы, что позволит нам откорректировать количество слов и в будущем обязательно это учитывать. Спасибо. Уровневая работа, эта часть работы тоже не ограничена автоматически время. 45 минут мы все-таки советуем оставить ученикам, но опять-таки, если были проблемы, нужно было срочно менять компьютер, потерялся интернет-соединение, что угодно, то вы тоже можете дать ученику по объективным причинам дополнительное время, если это на самом деле. Типы заданий. Типы заданий, я думаю, всем ученикам знакомы, учителям знакомы, кто выполнял разные уровневые работы. В данной уровневой работе нет ничего нового и ничего из того, что ученики не умеют делать технически. То есть обычно это множественный выбор, он может выглядеть как выпадающее меню, он может выглядеть в таком виде, когда ученику даны все ответы сразу, он может выглядеть как радиокнопки, он может выглядеть, например, в оформленном в таблице верно-неверно или верно-неверно-нет информации, оценка суждения. То есть все типы множественного выбора, когда у ученика есть возможность выбрать один или несколько вариантов из предложенных, банк заданий — это тип задания, в котором ученику даются ответы в виде банка, который расположен где-то рядом с заданием, ученик должен перетащить правильный вариант ответа. И ответ открытого типа, где в определенное окошко или, например, большое пространство ученик должен написать слово, букву, текст, что угодно, то есть он уже печатает. Мы исходили из того, что ученики на определенных ступенях могут уметь печатать по-разному, то есть их скорость печатания и их знание клавиатуры, оно тоже разнится от ступени к ступени, ну и от ученика к ученику тоже, потому что зависит от того, как он дома это делает и делает ли вообще. Поэтому мы старались делать минимальное количество открытого типа заданий, но, соответственно, письмо мы проверить должны. Первая часть работы аудирования, чтения, лингвистика оцениваются автоматически, то есть как только ученик закрывает эту часть работы, компьютер, в принципе, готов сразу выдать ему результат, но поскольку мы не даем обратную часть кусками, да и нет смысла, то мы дожидаемся, пока будут проверены письменные работы, по шкалам оценивания выставлены баллы, и тогда уже компьютер может посчитать все вместе. Вторая часть уровневой работы оценивается только вручную. На данный момент времени оценивают учителя-оценщики. Обратная связь. В прошлом году мы немножко поменяли обратную связь, сделали ее более подробной и более доступной ученику, так же, как и во многих предметах, мы используем цветовую маркировку, чтобы у ученика был ориентир, как он справился с заданием. Я думаю, что проценты, в принципе, сказали бы ему то же самое, но на всякий случай мы даем и цветовую маркировку, чтобы это было более понятно. Небольшие тексты. Так читает, как пишет, чтобы не было огромной увесистой обратной связи, где ученик должен был бы долго разбираться, а что там было за задание. И небольшой текст о том, как усвоена государственная программа. То есть первый результат за весь тест, вот этот процент, который вы видите на слайде, это результат за весь тест, за все задания вместе. И потом уже по частям и по заданиям, чтобы у ученика был обзор того, что он умеет, а что еще ему нужно подтянуть. Это обратная связь ученику. Он получает такую обратную связь. Теперь об обратной связи учителем. Учитель получает обратную связь по всем ученикам. То есть у него есть таблица, где он может посмотреть, как справились все ученики. Мы не показываем пункты, мы показываем только проценты. И процент от максимума. Максимум — это 100%. От нуля до 100. До 100 — это шкала оценивания. Учитель получает обратную связь об усвоении государственной программы. Она у вас на слайде справа, там, где три колонки. И в последней колонке стоят цифры 1, 0, 2 и еще раз 1. Это количество учеников, которое достигло определенного уровня. Всего, как вы видите, уровня 4. И мы раскидали эти уровни по процентам усвоения государственной программы. Первый уровень самый низкий и четвертый уровень самый высокий. Все зависит от того, на какой процент ученик справился с уровневой работой. Учитель может почитать этот текст, что измерялось, что именно мы проверяли и на каком уровне какие ученики находятся. Нажав на вот эту циферку, 1, 2 или 3. Если 0, на 0 нажать нельзя. Сразу предупреждаю, потому что 0 означает 0. Если у вас цифра больше 0, то вы можете на нее нажать, и вам выдается список учеников, которые достигли этого уровня. То есть их имена и фамилии. И таблица слева. Процент учащихся – это процентуальное соотношение учеников, которые достигли определенного уровня. То есть мы видим, что на первом уровне 25%, на втором 50%. Если какой-то уровень не показан в этой таблице, в этой диаграмме, извиняюсь, то значит учеников нет. То есть 0 учеников на этом уровне. Учитель получает вот такую информацию. Мы старались сделать так, чтобы учителю было ясно и понятно, и графически, чтобы визуально это было видно, насколько хорошо дети владеют материалом. Хотя я думаю, что многим учителям это известно. Но мы старались бы давать, как бы это сказать, подробную и в то же время конкретно обратную связь. Еще раз обращаю ваше внимание, что с начала этого учебного года первой, второй ступенью и вообще русским языком в целом в Харно занимается только Ирина Логрена. Поэтому по всем вопросам, по всем вашим пожеланиям, предложениям вы можете писать ей. Мне вы тоже можете писать, если хотите, я отправлю эти письма Ирине. Или мы вместе можем что-то посмотреть, или если у вас технически что-то не получается, тоже можно написать. Результаты уровневых работ просим не оценивать оценками, даже если очень хочется, потому что эти уровневые работы не рассчитаны на то, что мы должны выставлять ученику оценки. ХЕВ ученики не выполняют уровневую работу, и результаты не являются основанием ни для каких заключений. То есть это просто, как объяснить, это вот на данный момент времени уровень знаний ученика, как оно есть. То есть мы не... И ориентир, что хорошо получилось, а что плохо. И ученику, и учителю. И родителю, соответственно, тоже. Поэтому мы просим не оценивать это оценками и не делать никаких выводов о развитии. Мы можем ответить на ваши вопросы по уровневым работам. Пользуйтесь возможностью, задавайте все вопросы, которые у вас есть, чтобы никто не остался неуслышанным, и чтобы вам потом не пришлось искать эти ответы где-то на другом месте. Можно спросить, Пайна Гавлович? Да. Я написала в чат и хочу переспросить. Детих, ребенок, ребенку рознь. Если ребенок ХЭП может и хочет писать уровневую работу, можно или это категорически не разрешено? Дело в том, что в выборку загружает специалист-аналитик Харно, и все дети с пометкой ХЭП, будут, я думаю, что будут из этой выборки исключены по объективным причинам. Паня, простите, пожалуйста, можно вопрос? Да. Будете, дабы, поясните, вот эта дата, 18 сентября, каким образом выбор пал именно на это число? Это, в общем-то, практически начало учебного года? Это решение министерства образования. А, это министерство. Да, это они выдают эти даты, с какого по какое число можно решать эти работы, с какого по какое число они доступны. В начале учебного, единственное, могу ответить на такой вопрос, в начале учебного года они сделаны, потому что министерство хочет данные о том, что ученики запомнили с предыдущего класса, то есть, что они помнят после того, как прошло лето, и какие у них реально знания осели в голове, а какие нет. По крайней мере, это... Орензер для учителя, что он получает в начале учебного года. Это то, что позволяет скондинировать свою деятельность, скорректировать ее. И, Алена Дмитриевна, добрый день, я вас по голосу узнала. Угадала? Не слышит. Все, что касается внешней оценки, эти даты всегда определяет министерство образования. Мы в этом отношении также, пока вы подчиняетесь распоряжению министерства. Да, это решение министерства образования, даты все приходят из министерства. Еще вопросы? Хорошо, тогда можем идти дальше. Расскажу немного... Можно задать вопрос? Извините, пожалуйста. Так. Можно задать вопрос? Про Хев я продолжаю вот эту тоже тему. он может быть Хев, потому что, например, приехал, допустим, из другой страны и изучает эстонский, поэтому он включен в Хев. А в общем-то, знания у него могут быть в этом плане, он мог бы вполне участвовать в такой работе. Я понимаю, но все ученики с пометкой Хев из выборки выпадают, потому что у нас нет возможности отдельно, вручную рассмотреть каждого Хева и посмотреть, а что он умеет, а готов ли он к работе. То есть, если школа ставит пометку в ВЭйсе, ставит пометку Хев ученику и в ВЭйхесе он с пометкой Хев, то, к сожалению, у нас нет никакой возможности отдельно проверить каждого ученика с такой пометкой и решить, он будет выполнять уровневую работу или не будет. У нас просто специалистов в ступне нет. Ну, даже специалистов, но у нас просто отсутствует такая возможность. И второе, что хотела сказать, это то, что у нас все, как вы понимаете, загружается электронно, никто эти 3000 учеников вручную ВЭйс не загружает, эти данные берутся из системы Эхис, и, соответственно, все, что нам выдает Эхис, то мы считаем правильным. То есть, то, что выдает Эхис, то мы и загружаем. И выборку загружает наш аналитик, который не учитывает Хевов вообще при загрузке выборки. А школа может заранее ходатайствовать, написать фамилию учеников, которых попросили бы включить? Я думаю, что нет, потому что дело в том, что, во-первых, если у этого ученика пометка Хев, значит, у него пометка Хев, школа может помочь этому ученику только одним способом убрать эту пометку из Эхиса. То есть, если у ученика нет этой пометки, значит, он считается как обычный ученик. Если он Хев, значит, он Хев. Потому что, если все школы начнут нам писать отдельно каждого Хева, которого бы они хотели видеть, и так будет делать учитель по каждому предмету, то я боюсь, что наш аналитик, который загружает данные из Эхиса, просто сойдет с ума. Потому что такой, к сожалению, возможности у нас нет. Добрый день. Скажите, пожалуйста, после проверки, после того, как все работы будут уже проверены, учитель сможет увидеть эту работу в чистом варианте? Нет. Не сможет? Нет. Уровневые работы мы не показываем, мы показываем только результат за уровневую работу. Уровневые работы мы не показываем. Уровневые работы это собственность Министерства образования, и они не разглашают данные об уровневой работе. Спасибо. Еще вопросы какие-то? Хотела дать информацию такую. Если какой-то школе нужна будет срочная помощь во время проведения уровневой работы, то вы можете написать мне, я преду лично, если у вас, вам нужно будет, во все школы я, конечно, не успею в этот день, но если вдруг у какой-то школы понадобится срочная помощь, например, нету ИТ-специалиста, который проверит компьютеры, нету ИТ-специалиста или любого другого, который бы отвечал за эту работу и учителю нужна помощь, то дайте мне знать, я могу прийти в какую-нибудь школу и реально чем-то помочь, если нужно. Можем идти дальше? Простите, еще один вопрос. Время начала этого задания, этого тестирования, я так понимаю, что дети не учатся в этот день, они выполняют только данную работу, и школа сама определяет время начала или это все-таки делается централизованно наверняка? Это делается централизованно, если выборка. Вы узнаете об этом времени, когда ученики будут, школа узнает об этом времени, когда ученики будут загружены. Тестированы. То есть, пока это время не называется. Правильно? Пока не называется, но обычно оно, конечно же, ну, утро. Первая половина. Да, это обычно. Скажем, часов 10 сначала условно. Обычно, да. Обычно, да. И еще замечу, что один день ученики, к сожалению, могут выполнить не одну уровню работу. То есть, посмотрите даты других, я не могу сказать точно, надо посмотреть даты других уровневых работ, но в прошлом году и во все остальные года очень часто было так, что именно ученики русских школ, к сожалению, выполняют по две уровни работы иногда в день, потому что они выполняют и как по эстонскому иностранному, и по лодусу, и по математике могут выполнять, и по русскому. То есть, вот это такое время, когда, да, все выпадает на... Благодарю за информацию. На одну или две недели. Так, еще. Хорошо, тогда рассказываю о тестах на определение исходного уровня. У нас в Харно уже в прошлом году были готовы первые тесты, в этом году готова еще одна порция тестов на определение исходного уровня. Тесты разные, они для разных классов, пока тесты есть для пятого, шестого, восьмого и девятых классов. Как использовать эти тесты и для чего они нужны? Значит, тест находится в открытом доступе в системе ACE, то есть, никакой специалист Харно, никто не направляет этот тест ученикам, этот тест ученикам направляет учитель. Тесты доступны с начала учебного года, то есть, первого сентября, и доступны они по конец учебного года, учебного года. То есть, вы можете использовать эти тесты в любой день, в любое время, в любой урок, этого никто вам ограничить не может. То есть, у вас в этом плане абсолютно свободный выбор. Учитель направляет этот тест ученикам сам и дает разрешение на то, чтобы ученики начали выполнять этот тест. тесты оцениваются автоматически, то есть, нет никаких письменных заданий, нет ничего, что надо дополнительно учителю проверять, есть только задание, которое ученик выполнил, и обратно, как только ученик нажимает на кнопку «закончить», ему тут же выдается обратная связь. Обратную связь получает и учитель тоже о том, как справился его класс. В тестах представлены задания на проверку знаний ученика, которые должны быть у него к определенному классу. Я знаю, по крайней мере, и получала информацию о том, что все школы и очень многие школы подходят очень по-разному к обучению учеников. Часы и вообще фокус учеников и так далее, это все очень серьезные темы, которые, соответственно, влияют на то, как ученики учатся. Поэтому, если вдруг какие-то темы будут не то, чтобы не ученики, а какие-то темы ученики знают хуже, не надо этого пугаться, то есть ученики могут получить за это задание меньше баллов и меньше процентов, и вы знаете, что они могут за это получить меньше, потому что они меньше изучали эту тему. Этого не нужно пугаться, эти тесты для вас и для учеников. Эти данные не идут ни министерству, ни нам, мы ничего не проверяем, мы не смотрим, какая школа, где там что, что решила и так далее. Единственное, мы получаем статистику, сколько учителей, вообще сколько раз этот тест использовался. Эта статистика нужна нам для того, чтобы мы понимали, то, что мы делаем, это нравится учителям, они используют это или нет. то есть является ли это для учителя полезным инструментом и можем как-то скоординировать свою дальнейшую деятельность, но при этом мы не проверяем и не смотрим никакие данные, то есть это тест для вас и для учеников. Это такой рабочий тест, который вы используете при работе с учениками. Тест рассчитан на 45 минут, обычно дети справляются быстрее, и тогда у вас есть возможность посмотреть вместе с ними обратную связь, что-то прокомментировать, если у них будут какие-то вопросы и так далее. Просим во время теста детям не помогать, потому что иначе тогда картина будет смазанная и та обратная связь, которую они получат, будет им в моих минимум непонятна, потому что если учитель помог, тогда непонятно, я молодец или не молодец. А этот тест как раз-таки создан для того, чтобы дети это увидели. Про обратную связь я тоже сказала. Всем, кто хочет, я сниму видео, как направить этот тест ученикам. Сейчас не буду показывать, потому что учителя все равно мало что запомнят из этой картины, поэтому я сниму видео, как направить этот тест. Это несложно, кто-то, может быть, даже умеет это делать, но если не умеете, то всегда есть, будет такая палочка выручалась. Делюсь с вами ссылками. Первую ссылку вы можете, если у вашей администрации нет этой ссылки, то это можно послать и завучу, и директору. Здесь информация об уровневых работах, обо всех уровневых работах, которые проходят в этом учебном году. Это важная ссылка, потому что эту страницу постоянно редактирует отдел Харно, который занимается тестированием. Это значит, что по этой ссылке доступна самая свежая и самая достоверная информация обо всех уровневых работах. Что нужно ученику, что нужно школе, как что-то сделать. На этой странице действительно доступны все-все подсказки. Вторая ссылка это информация об уровневых работах конкретно по русскому языку. Там вы найдете много полезной информации, в том числе ссылки на видеокурсы по ЭИСу, по оцениванию письменных заданий, если вдруг какой-то учитель запутается. Там все есть. Есть презентации, есть записи инфодней, которые мы добавим, когда вот этот инфодень пройдет. И много разных полезных францов. Там можно ознакомиться с концепцией, со спецификацией и так далее. Информация о тестах на определение исходного уровня доступна по третьей ссылке. инструкцию по оцениванию письменных работ в системе отдельно прикладываю, кому нужно. И статистический рапорт на эстонском языке доступен за прошлый год. Рекомендую ознакомиться, потому что там вы найдете много разных интересных данных о том, сколько детей участвовало, как написали, какие задания были самые простые, какие были самые сложные, как справились одни ученики, другие сильные школы и так далее. То есть очень интересное чтиво. Я закончу нашу с вами презентацию и можно перейти к вопросам, если они у вас есть. Так, есть у кого-то вопросы? Вы можете спросить все, что угодно о тестах на определение исходного уровня, об уровневых работах, об оценивании. Простите, пожалуйста, вы записали, что у нас сегодняшняя встреча продлится до 15.00, еще будет какая-то информация или вы в оставшееся время планировали получить от нас какую-то обратную связь, вопросы? Да, то есть больше никакой информации не планируется. До 3-х это официальное время, если мы справляемся раньше, мы справляемся раньше. Скажите, пожалуйста, тесты на определение уровня, исходного уровня, они обязательны? Это обязательно мы должны выполнить. Нет. То есть это для учителя рабочий материал. Если вы хотите его использовать, вы его используете. Если нет, значит нет. То есть я его могу использовать на уроке для себя и никуда дальше никакая информация не идет. Для себя или для детей? Ну да, я имею в виду для себя в классе, для уроков этого класса, да. По сути дела, это ваш рабочий инструмент, которым вы можете пользоваться по своему усмотрению. если у вас, например, вы получаете новый класс, всегда, наверное, интересно посмотреть. Насколько я понимаю, это такой тренировочный материал, который даст возможность посмотреть детям на структуру и потренироваться, чтобы они... Нет, он скорее не тренировочный, а скорее он информативный. Ну, опять же, да, они имеют эту тренировку в плане того, что он увидит, как это выглядит, что это из себя представляет, чтобы он понимал, к чему быть готовым прежде всего, потому что далеко же не все используют такой вариант, как тест, и не все пользуются опиком в плане изучения русского языка, например. Вы имеете в виду просто тренировка ребенка работает в электронной серде. Совершенно верно. Да, 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 можно тогда сказать, что это и тренировочный материал. Да. То есть, если вы видите, что для вас это полезно, это полезно будет для ваших детей, вы можете этим пользоваться. Наталья, скажите, пожалуйста, а видео, которое вот эта инструкция по тому, как направить тест ученику, где будет ссылочка на него? Ссылка будет там же, где информация об уровневых работах, и я поставлю еще туда, где у нас информация на определение исходного уровня. Эти ссылки у вас в этой презентации есть. Спасибо. Так, еще. Еще информация. Если вдруг у вас ребенок, ученик оставил тест незаконченным, на определение исходного уровня, я имею в виду, то есть вы направили тест ученику, он его открыл, но не сделал до конца, то ученика можно будет убрать списка и снова добавить. Эту информацию мы получили недавно, поэтому делюсь. скажите, пожалуйста, вот тесты на определение исходного уровня для пятых тире девятых классов? Нет, пятый, шестой, восьмой, девятый. Спасибо. Седьмого нет здесь. Да. Угу. Еще вопросы? Простите, есть ли информация вся? Можно ли быть свободным? Да. Благодарю. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Благодарю. До свидания. Здравствуйте. Это Алена Семеновича. Я подключилась с опозданием, у меня тут не подключалось, технические были ошибки. Скажите, а была речь, я где-то минут 10, наверное, не смогла подключиться, была ли речь об экзаменах в этом учебном году в девятом классе? Что касается экзаменов, то в этом году информация, то есть сегодня информации по девятым классам нет. Вчера я разговаривала с Еленой Моисеевой, всю информацию она вам даст, вы с ней в понедельник встречаетесь. Мы запланировали встречу и для членов Союза, и встреча будет обязательна, потому что те изменения, которые произошли в программе, они, конечно, коснутся содержательной части экзамена, для того, чтобы не было никакой паники, что уровень сложности останется тем же. То есть когда мы договоримся встретиться по девятым классам, я отдельно дам вам информацию об этом. И в этом году я думаю, что мы все-таки встретимся, то есть если Елене Моисееву удастся договориться с домом учителя, что они готовы нас там будут принимать, то я сверяю вас, и ей вчера сказала, что я готова прийти столько раз, сколько надо будет, для того, чтобы об этом рассказать. И в ближайшее время, то есть сентябрь, нам понадобится для того, чтобы мы откорректировали в частности лингвистику, потому что экзамен уже готов на будущий год, с учетом того, что это будут первые дети, которые девятый класс оканчивают, уже имеют только один час. И то есть у нас, вот просто, чтобы вы не переживали, в эту группу, которая занималась как раз разработкой программы, где Лена будет об этом говорить в понедельник, туда входит Светлана Борисовна Ивстратова, которая является одним из разработчиков экзамена, поэтому у нас есть абсолютно четкая информация о том, что сократилось, насколько сократилось, и уже в ближайшее время рабочая группа соберется, и мы в соответствии с этим приведем тот вариант, который у нас есть, рабочий вариант, и успеем даже его еще опроверовать. Но о том, что экзамены в этом году состоятся раньше, вы наверняка уже слышали, такое министерство принято решение, они его утвердили, так что все, что касается экзамена, я вам скажу, что экзамен будет, экзамен будет бумажный, и электронный экзамен, на котором мы работали три года, у нас уже такая добрая традиция, мы когда-то три года разрабатывали 12 класс, который прошел один раз, 9 класс, он, в общем-то, так и остался в разработке, и все, что мы можем предложить по электронным экзаменам 9 классам, если у вас будет желание этим пользоваться, вы мне дадите знать, когда мы с вами встретимся, и мы решим вопрос, каким образом сделать этот материал в открытом доступе. То есть его можно будет использовать как тренировочный материал. Так что времена у нас сейчас непростые, но я думаю, что то, что у нас остался предмет и некультурный компонент, для нас это... Спасибо. Спасибо большое, до свидания. Спасибо. До свидания. Мы тогда тоже с Ириной отключаемся. Если у вас будут вопросы, пишите. Пишите, звоните. Пишите, звоните. Контакты Ирины все на слайде будут, поэтому вы можете задать свои вопросы. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Всего доброго. Хорошего начала учебного года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok